Привычные блага цивилизации для жителей села Труслейка, что в Инзинском районе до недавнего времени были лишь мечтой. В местном фельдшерском пункте не было ни воды, ни системы отопления. Все изменилось благодаря национальному проекту здравоохранения. До конца года в шести населенных пунктах области заработают новые ФАПы. Екатерина Лазарева продолжит. В селе Труслейка проживают 1200 человек. Больше полувека их объединяла общая проблема. В населенном пункте не было оборудованного фельдшерского пункта. Действующий ФАП не приспособлен для оказания грамотной помощи. В небольшом доме с пошарпанной дверью нет ни газа, ни водопровода. Места мало, неуютно. Детей много собиралось, бабушек много собиралось, где можно было бы всех разместить. Но мы сидели в одной комнатушке, говорится, никуда ничего. Где могли, там и присели. Где могли, подождали. Осенью и вовсе приходилось запасаться дровами. В ФАПе печное отопление. Впрочем, иного варианта у жителей Труслейки не было. До недавнего времени. Теперь по соседству со старым зданием построили новый модульный медицинский пункт. Контраст чувствуется с первых секунд. На входе пандусы для инвалидов. У двери электрическая тепловая завеса. Так холодный воздух с улицы не будет заходить в помещение. А самое главное, здесь есть своя котельная. Котельная предусмотрена два котла газовых арестон. Один котел основной, второй котел резервный. Включил осень и до весны. Они работают в автономном режиме. Внутри четыре помещения. Где будет процедурный кабинет, а где смотровой, пока не решили. Остался заключительный этап. Приобретение оборудования и мебели. В медицинском пункте будут работать два фельдшера. Обе девушки приехали в село по региональной программе. И с приходом нового сотрудника, с вводом в действие нового объекта, мы будем надеяться и стараться, чтобы здоровье жителей села Труслейка улучшилось. Первых пациентов новый ФАП примет уже в конце октября. Екатерина Лазарева, Михаил Державин. Вести. Ульяновск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова